итак всем привет в этом видео вы посмотрите о том что со мной происходило первые пару дней на острове самуи началось все с прогулка по острову я немножечко прошелся осмотрелся вот так вот выглядит улица на которой я живу куча 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 баров кафе ресторанов в большинстве своем ценник ломят конкретный я пока без холодных напитков обхожусь потому что еще не выздоровел морепродукты крабы всякие завершается лишь по 8 это интересно кстати говоря надо будет еще на рынок сходить вот такие тут бывают отельчики русских полно кругом вот такое обычное видео в том лагере иди за иди иди за иди за иди за мной а а дальше вы можете увидеть как я одел купался на пляж моё первое купание Вот желание самого процесса покупаться в море, оно в этот раз было гораздо сильнее, чем мою первую поездку, потому что тогда я приехал из лета в прошлый раз, с моря на море, да, а сейчас зима, у нас холодно, ну понятно, что не так, как в Сибири, но тем не менее холодно, все ходят в курс, кто-то даже шапки носит, а тут я приехал, тепло, теплая водичка морская, я залез в воду и мне просто не хотелось вылезать. Ну вот моя первая вылазка на пляж, море как море, я уже искупался. Пляж, надо сказать, не самый вау-вау-супер, но зато он рядом, на более чистых еще успею искупаться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот как-то так. Дальше мы впустились в безумный трип по острову на байках, это был уже второй день, я уже был на колесах, мы поехали вместе с Юрой и Саней, с которыми я познакомился здесь в хостеле, на двух байках втроем. Довольно быстро они ездили, я старался не отставать. Посетили много мест. Вы знаете, когда ты ведомый, едешь за кем-то, тебе интересно, но ты не запоминаешь мест. Потому что они прокладывали маршрут, быстренько садились на байк, ехали, я ехал за ними, и я не успевал, не понимал, где мы находимся. Мы посетили много интересных мест, допустим, как вот это место. Держит вода, ну, в смысле, там вот упокоились, я просто пыталась, но я держала. Ну, ты галясь, держит. Держит вода, ну, ты галясь, держит. Держит вода, ну, ты галясь, держит. Все это происходило в районе Майнам, это самый север острова. Там довольно-таки много интересных пляжей, где мало людей, чистая вода. Ну, на самом деле, таких съемок будет много, и я вам скажу, это будет одно и то же, одно и то же. Пляжи, 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 пляжи. Не так много пляжей, которые, правда, как-то сильно отличаются друг от друга. И чтобы я вам показал их 10 штук, и все 10 были вообще там со своими какими-то особенностями. Тем более, камера не может передать, наверное, всего того, что видит человеческий глаз. Мы остановились немножечко, зашли в магазин, купили каких-то там беленьких вкусняшек, печенек, мороженки. Так сказать, передохнули и двинули дальше. Мы решили остановиться, немножко залезть на какой-то непонятный пляж вообще. Тут вон кругом всякие бунгало. Вон Аня с Юрой идут. Тут какая-то коряга из воды торчит. Тут, наверное, рыбацкая. А, да, вон, тут рыбацкая зона какая. Это, возможно, даже не совсем бунгало, а рыбацкие домики. О, блин, тут прям сухим не выйдешь из воды. О, ну, вот и кафешка. И тут как-то все сразу. И рыбацкие, и отдыхающие. Все вместе. Вон, люди купаются. Ну, что скажете? Я там на то, когда финаливался, такая была тоже пальма. Ну, не пальма была, а другой дерево. Котели, качели вообще, у меня, к тела. Котели. Ага, вижу. Наверное, на камеру не очень хорошо их было видно. Я поняла. Когда даже был прилив, где-то не хватало. Котели. Пойдемте на качели. Пойдемте на качели. Да. Я там все равно качели. Только недолго. Качели. Я бы рассказал вам про качели, но эта сволочь опять включила болгарку. Эти качели, они в каком-то роде знаменитые на острове Самуи. Не раз я видел в местных группах, в социальных сетях фотографии этих качелей. С просьбой. Скажите мне, где это, где это. Скиньте мне точку на карту. Суть в том, что стоят деревянные качели. Одним краем на песке, другим краем уходя в воду. И ты как бы садишься, качаешься на этих качелях. И как бы, ну, по сути, над морем качаешься. В общем-то, ничего особенного на самом-то деле, да? Но я не знаю, как это объяснить. Они просто очень прикольные такие, не знаю, как будто бы качели из сказки какой-то про тропический остров. Вот так вот. Качеля в море. Часто. Моя камера, наверное, не вправится, как ты на городской качели. Уху! 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 Дальше мы поехали, поднялись немножечко на высоту. Там была смотровая площадка. И мы на этой смотровой площадке остановились, немножко посмотрели. Вот вам небольшая съемка оттуда. Одна из смотровых точек. Урield океан. Урана upwouldowая площадка. Захещена. Веселая площадка. Ура! Я не знаю, чем уж так полюбились эти малолюбные места Со всякими рыбацкими штучками, лодками, какими-то рыбаками снующими туда-сюда Наверное, мы гнались за каким-то колоритом В принципе, мне и сейчас очень интересны такие места Ну, туристическое, ну что туристическое? Ну, пришел ты к храму там красивый, храмов таких много Ну, там, не знаю, торговый центр, что я торговых центров не видел Какой-то парк природы, ну тут кругом природа Я могу поехать по горной дороге и увидеть природу не облагороженную А в том виде, в каком она есть Поэтому мы лазили по всяким тайским рыбачьим пристаням Что-то смотрели, нам было интересно, как оно выглядит изнутри Когда ты приходишь в кафе, тебе подают морепродукты Ну, понятно, да, вкусно там, свежие А как это все ловится Не знаю, ну, что-то вот такие какие-то подробности Из простой тайской жизни, вот что интересно Вот в следующем коротеньком видео Мы там рассматривали всякие ракушки Ну, в общем, что рассказывать, смотрите Ну, что там? Покажи на камеру погрузить Это просто корпус Вот такая вот рень в рыбацком месте Главное, что зиму пережить Главное зима И холодный свет через окно Сводит с ума Пока мы ехали, иногда попадались какие-то очень крутые атмосферные места Очень необычные С какой-то своей энергетикой Где просто хотелось остановиться Осмотреться вокруг Прочувствовать это место Мы нашли офигительное место Здесь очень узкая дорога Со всех сторон склоны крутые очень Здесь вот даже установлена защита Чтобы не было оползней И здесь нереально все заросшее Такими офигенными деревьями Корни торчат прям со склонов В общем, круто Вот въезд с чистого Крутое место Мы снова ездили Ездили Проехали через небольшую такую деревушку Тоже насмотрелись Всякого местного колорита Был довольно интересно Вот так вот местные пацаны водят буйволов Спокойно так, не торопясь, сигареточкой И так мы катались до самой темноты В конце мы заехали на одну из самых южных точек острова Где Юра с Аней любили встречать закат Но в этот день было пасмурно И заката увидеть не удалось Мы просто присели на бережку Немножко перевести дух По расстоянию Точного расстояния не скажу Но мы проехали По сути из одного конца острова в другой Сделали довольно-таки большой крюк И после этого нам еще предстояло вернуться обратно Вот уже почти стемнело Уже камера показывает плохо Мы почти закончили кататься на каяках Мы сейчас находимся почти на самом юге острова Не знаю, видно ли меня будет Ребята пошли погулять И вы знаете, там цены на каяки Вот так мы в этом году точно сделаем На светлом фоне Очень круто катались Вскоре начинаем возвращаться домой Ну такие дела Путь назад был немножко непростым для меня Непривычного в темноте Проехать к уставшему вечером С одного конца острова на другой Чтобы вернуться в остров Вот немножко там останавливались Делали перекур Ну в общем-то довольно быстро доехали обратно И на этом мои приключения Первого-второго дня на Самуи Заканчиваются Друзья, я буду стараться Подбирать удобный И интересный для меня и для вас формат Чтобы всем было интересно смотреть эти видео Буду стараться рассказывать о разных вещах Поэтому надеюсь, что вам нравится Я буду стараться делать еще интересней Смотрите мои видео Если вам понравилось, ставьте лайк Это будет для меня стимулом продолжать это В общем, всем пока Увидимся в следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok